Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Алиумед» и с вами я, Асиль Турар. Программа «Рухани Жангру» была лишь началом модернизации сознания нации. Глава государства вновь ставит конкретные задачи. Сначала восстановить историю казахского народа, кто мы, какой вклад внесли в развитие мировой истории, а затем сделать ее частью нашего сознания и предметом особой гордости. Сегодня мы пригласили для разговора старшего преподавателя Кокштауского государственного университета имени Шуканова-Алиханова, магистра естествознания, одного из авторов первого учебника по краеведению Ивана Планчиту. Иван Георгиевич, рада видеть вас в нашей студии программы «Алиумед». Здравствуйте. Сегодня в телефонном разговоре вы сказали, что преподаете не только географию, но и геоинформатику. Интересно, что это за такая дисциплина? Ну, геоинформатика — это молодая наука. Она сформировалась только в 60-е годы прошлого века в Канаде. Она занимается моделированием земной поверхности, созданием баз данных, управлением ими. Сейчас очень модно обращаться к информатике, особенно связанно с облачными технологиями. Так вот, геоинформатика — это практически рядом. То есть можно заниматься тем же самым, только уже работая с территорией. Такая, получается, смежная наука, да? Да-да-да. Мы там занимаемся созданием карты электронных, проектированием, моделированием, расчетами в том числе. Наш сегодняшний разговор посвящен статье лидера нации «Семь грани великой степи». В нашей студии были политологи, историки, даже философы, но не было еще географа. Как вам идеи, изложенные Ельбасе в своей статье именно с точки зрения географии? Ну, с позиции географии, наверное, вряд ли получится много о чем разговаривать. А вот с позиции краеведа, да, тут действительно. Дело в том, что без знания истории как можно смотреть будущее? И вопрос здесь в том, чтобы не повторять ошибки прошлого и пользоваться опытом, который был в прошлом, развиваться дальше, идти вперед. Разумеется, что если мы будем забывать о своем прошлом, о прошлом, что было в истории казахского народа, то вопрос, как будем развиваться. Мы по истории уже наблюдаем, что средневековье на территории Казахстана начинают формироваться первые государства, они сменяют друг друга. Но вопрос, почему же они существовали не в столь продолжительное время. И если мы, как молодое государство, хотим развиваться дольше, мы должны учесть все эти факторы. Президент Казахстана в своей статье говорит о позитивном взгляде на национальную историю, при этом делая оговорку, какую, как вы разделяете, и как вы понимаете это утверждение с этой самой оговоркой? А касательно позитивного взгляда на историю, надо отметить, что действительно формирование казахского этноса, это был результат многовековой. Все-таки территория Казахстана стала аренной, где сталкивались достаточно значительное количество народов. Плюс к этому надо добавить и геополитический характер, да, это центральная территория, где были проходы из одной части Евразии в другую. И, соответственно, имея такую территорию, где вот столько событий было различных, это и приход арабов, и китайцы здесь хотели основаться. Как же можно жить без истории? У нас на нашей территории достаточно большое количество памятников. И, разумеется, наверное, даже тем же самым европейцам, раз они там где-то пытаются быть впереди планеты всей, наверное, немного завидно о том, что их памятники, они уже все на виду, изучать там практически нечего. Зато наша же Земля еще таит много различных тайн. Вот когда-то я был в Павлодарском госуниверситете, и там завязали вопрос о том, откуда же, где же приручили лошадь. У нас же признана точка зрения, что это Батай. А Павлодарцы нет, спорят, у нас вот под гусиным перелетом нашли свою лошадь. Вот посмотрите, вот такие вот полемики указаны на то, что наша история, она нуждается в этом изучении. Она богата на различные факты. И вот, по сравнению с другими странами, развитыми странами, мы здесь в большом плюсе. И это направление надо развивать дальше. Это безусловно. Абсолютно с вами согласна. Говоря о семи гранях Великой степи, какая из этих граней может быть вам близка, и о чем бы вы хотели остановиться? Действительно, вот если мы говорим о всаднической культуре, да, акморинцы почувствовали особое чувство гордости, да, нас посетило. С учетом того, что наш Зайберт, ученый доказал, что именно в акморинских степях произошло одомашнивание лошади. И такая полемика действительно говорит о том, что в истории еще есть белые пятна. Ну вот, на чем бы вы остановились? Ну вот здесь как раз-таки уже точка зрения географа, наверное, понадобится. Дело в том, да, мне близка больше тема этого Великого Шелкового Пути. Потому что это вопрос транспорта, это вопрос развития экономики. И в этом плане мы обладаем преимуществом каким? Мы можем связать разные точки материка или Евразии, да, как можно по-другому сказать, более кратким путем. Спорят, конечно, о необходимости северного ледового пути, о том, что южный уже устарел. Но вот, если у нас появятся именно трансмагистрали, связывающие не только Китай с Западной Европой, но там же есть еще вопрос и Индии, вопрос Ирана. Ведь если вспомнить историю, то Великий Шелковый Путь – это не просто линия на карте. Это совокупность десяток, а то может сотен различных путей. Да, одни шли в основном в Узбекистан, район Маверонахра, и уходили веточкой на Иран, или в район Бактрии и так далее. Но были веточки, через историю, которая была связана с Агузами, например. Почему это необходимо об этом говорить? Как минимум, с точки зрения того, что этот Великий Шелковый Путь для экономики страны будет в плюсе. В каком плюсе? Ведь транспорт – это не только железнодорога или автомобильные трассы, это же и трубопроводы. Это говорит о том, что мы можем стать перекрестком не только стандартных дорог, но и потоков газа, нефти, откуда мы можем получать эти доходы. Это очень важная тема. И посмотрите, насколько она еще до сих пор важна и не устаревает. А ведь у нас есть под боком такой сосед, как Китай, который действительно очень много потребляет ресурсов. Свои ресурсы, конечно, бы нам не хотелось отдавать, да, потому что мы бы хотели, наше общество, чтобы у нас и цены на бензин были ниже. Но почему бы нам не прислать территорию для транспорта, чужой нефти, и получать за это свою прибыль? Сегодня статью «Семь грани великой степи» можно назвать своего рода таким вызовом европоцентристскому взгляду на мировые цивилизации. И считалось даже, что у кочевников не было своей цивилизации и культуры. Три года назад, в 2015 году, в Великобритании вышла книга под авторством профессора Франка Пана. Это профессор именно кафедры общей истории, всемирной истории в Оксфордском университете. И эта книга, его называется «Шелковые пути. Новая история мира». Как раз-таки она разрушает этот стереотип и говорит о том, что не факт, что все науки и вся цивилизация пошла именно из Европы, но и из Казахстана. Что вы можете сказать вот в пику этому утверждению? Ну, кстати, возвращаясь опять к европейцам, да, этот евроцентристский взгляд. На самом деле, его надо просто понимать как некую эгоистичную точку зрения разных стран, где они пытаются показать свое преимущество по отношению к другим. Но вот история, как говорится, вещь упрямая, она богата фактами. И если мы обратимся в историю, то крупные державы формировались именно в степи. Это, как начиная и с Тюркского Каганата, который простирался чуть ли не от Черного моря и до центра Китая. Потом, правда, разделились на Западный, Восточный и так далее. Потом это было крупное государство, связанное с империей Чингисхана. Ведь если в Европе посмотреть за всю историю, наиболее крупное государство, но если мы не будем брать, конечно же, эпоху Александра Македонска, все-таки это немного другое измерение, а вот именно начиная с раннего периода, это феодальный строй, у них же не было огромных государств. Они всегда нуждались в ресурсах, да, у них были колонии, но это колонии были захватнические. Своих же стран таких размеров у них нет. И второй момент, опять же, указан на то, что для европейцев всегда было противостояние морских империй и континентальных. В геополитике известно, что под морскими странами это всегда поанимались развитые страны, у которых было развитое морское сообщение. Они могли торговать по морю спокойно. А все остальные страны, которые были внутри континента, в Африке или мы, где находимся, это называли теорократические страны. И всегда в истории было противостояние. И история показывает, римская перья пала. Европейцы очень сильно боялись в XIII веке походов в Чингисхана. И возможно, что этот страх вам так и остался, где-то в генах этих современников, тех европейцев. Мы же, в свою очередь, даже спокойно к этому относиться, с пониманием. И в то же время показывать, что наша история это не просто история каких-то там кочевых народов. Это история богатого народа культурой, своими традициями. Одни только раскопки чего показывают. У нас, если даже собирать музеи всех монет, мы можем превысить, сделать больше экспонатов, или выставки, чем те же самые европейские. Они станут интересоваться, что у нас есть, что можно у нас приобрести. И при этом, видите, все время говорят, что они как бы лучше. Но это, с точки зрения, как мы видим, это обманчиво. Сегодня есть такое действительно недоверие к тому, что кочевая цивилизация сыграла такую большую роль в нашей глобализации прошлого. И хотелось бы, чтобы вы отметили сейчас, ну вы географ, конечно, чтобы вы все-таки отметили какие-то моменты в истории, которые нужно еще изучать. Если говорить о периодизации, то какие периоды истории, какие эпохи у нас наименее изучены. Потому что вот зарубежные историки, допустим, ссылаются, если посмотреть публикации, зарубежные историки ссылаются на то, что кочевая цивилизация не изучена в силу того, как того, что она многогранна, так в силу и малочисленности таких письменных источников. Да, вы правы. Это действительно письменные источники в первую очередь. Но меня лично интересует всегда вопрос, и этим даже как-то было время и занимался, об экономике этих кочевых государств. Конечно, хорошо бы, когда были полностью источники, но все же в то же время мы же не можем говорить, что у нас вообще ничего нет. За предыдущие десятилетия наши ученые-историки насобирали достаточно солидный материал по культуре, истории и традициям. Да, раскопки, они всегда проявляют что-то новое. И, как вы уже говорили, у нас очень много белых пятен. Мне лично, мне лично, как географу, больше интересует вопрос феодального периода. Дело в том, что, как я уже отмечал, с созданием Тюргешского каганата, вплоть до прихода Чингисхана, у нас существовало достаточно большое количество небольших государств. Они были связаны с перекочевкой одних народов, как это вот X-XI век, так и с консолидацией отдельных крупных этносов. И вот мне интересовал вопрос о том, как же происходило именно развитие экономики. Не просто там, чем занимались, какое было хозяйство, а вот именно положение населения. Вот у нас положение населения оценивается не просто, сколько у кого денег есть или домашней живности, но оценивается в том плане, насколько удобно здесь жить. Вопрос миграции. Вот опять же, возвращаясь к европейцам, именно миграция, связанная с кочевыми странами, она привела к многим гиблям тех больших империй, которые там существовали. И вот этот вопрос, смотрите, миграция, источники миграции, откуда, почему она происходила именно в пределах Казахстана, именно в раннем феодальном периоде, меня очень интересует. И вот даже больше скажу, есть конкретный момент, который мне интересен, это район Аральского моря. Дело в том, что существуют определенные мнения, что на дне Аральского моря, там проводили, вот уже именно высохшее дно, там находили поселение. И поселение достаточно очень крупное. Там и так рядом есть возле устья город Янгикент, это раньше было столицей одного из государств. И вот именно в районе Аральского моря было что-то такое образование экономическое, которое притягивало население именно вот к этому району. Вот такие подробности меня лично интересуют. Для историков, конечно же, сейчас в тренде это вопросы о создании государства, именно связанное с функционированием казахского ханства. Это же вопросы связаны и с Средневековьем. Это когда были государства Акорда, Нагайская Орда, да, как эти государственные образования развивались на нашей территории. Президент в своей статье призывает создавать новые механизмы по популяризации истории, да. Допустим, традиционные техники, говорит президент, уже устарели, сегодня население не так много читает, и телевидение, к сожалению, уже теряет свои позиции. Действительно, нужно создать более эффективные механизмы, в частности, это и внедрение цифровых технологий, оцифровка исторических объектов и создание интерактивных музеев. Как вы смотрите на эту точку зрения? Настолько ли эффективны будут эти новые технологии для населения, которое не так уже любит читать? Потому что принято же было, действительно, что чтение, да, это источник знания книга. Ну, давайте мы тогда рассмотрим таким образом. Если мы говорим с вами о, именно, той части населения, которая только познает мир, да, это как раз-таки учащиеся, студенты, то здесь можно сказать таким образом. Для школьников, конечно же, вот новые курсы, связанные с краеведением, это, конечно, хорошее направление для того, чтобы увеличить или усилить, да, интерес к истории. Но вот вопрос в том, что когда создаются материалы для таких направлений, как краеведение, разумеется, что необходимо учитывать нюанс, что да, вы правы, население мало читает. И пользуясь даже интернетом, да, все на что больше 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 внимания? На картинки. Разумеется, что надо больше уделять внимание на графические изображения, дополненные именно подстрочником, поясняющим. В этом случае мы можем обеспечить интерес той части населения, которая учится и хочет быстро и в более мягкой форме использовать ту или иную информацию. Это видео и фотографии, которые сопровождаются лаконичным текстом. Да, это первый вариант. Для старшего поколения, конечно, это студенты. Здесь вопрос немного уже другой. Дело в том, что они уже познают какую-то часть науки, когда обучаются в университетах. И если мы, например, тоже знаем физик или химик или географ, разумеется, что история – это совсем другая наука. Там другие немного интересы. Но никто же не отменял межпредметные связи. Никто не мешал изучению, например, географии в истории. То есть, как развивалось общество на тех или иных этапах истории развития. Разумеется, что если есть география, то как же, мне уже не будет один только текст. Нужны карты. И тут как раз-таки момент цифровизации. Дело в том, что наиболее эффективным, если мы сможем визуализировать историю через географию, является созданием 3D-атвасов. Они уже потихоньку формируются в странах Запада. Уже создают свои произведения. Или хотя бы простые интерактивные атвасы, которые бы отражали бы направление движения войск или в развитие государства. Вы сейчас говорите о перспективе. Это перспектива. Насколько сегодня изменились уроки по географии за последние, допустим, десятилетия? Я вам даже больше скажу. 3D-атвасов у нас еще нет. Нет, это перспектива. А что у нас есть в современных технологиях? Сейчас у нас, вот как раз-таки, та часть, которой я занимаюсь, это геоинформатика. Вот мы и занимаемся моделированием. Мы создаем основу для таких атвасов. Дело в том, что, чтобы создать такой атвас, необходимо, чтобы у вас были векторные данные, которые можно представить в 3D-виде. Эти данные, в принципе, есть как у отдельного лица, который работает в геоинформатике, так и у институтов, например, как институт географии или вуз. Создание именно атласа, хотя бы 2D, да, который бы позволял бы увеличить визуализацию, чем простой бумажный атлас, уже есть вот такие возможности. 3D, конечно, здесь уже необходимо работать над анимацией. Современная география, именно преподавание географии, изменилась не то, что за последние 10 лет. Буквально второй год она уже меняется такими темпами. У нас сейчас обновленное содержание образования, да, идет по школам, и содержательный компонент так сильно передусован, что очень сложно узнать, где вот география 7-го, 8-го, 9-го класса. Да, к этому надо немного привыкнуть, это немного сложно. Вот. И я бы сказал, что даже сейчас важнее туда подключить краеведение, да, вот этот компонент краеведения. Почему? Потому что раньше, когда у нас была точно вот география Казахстана, 9-го классе, или же физическая география Казахстана, 8-го класса, нам было понятно, вот, курс, изучается наша страна, либо природа, либо экономика. И, пожалуйста, либо там час, либо здесь час можно использовать для краеведения. Сейчас же материал разбит здесь по четвертям. Одна четвертая, физическая география, другая экономическая география, притом мира, даже не Казахстана. И только 3 четверти что-то там по Казахстану изучаются. И то даже природа и экономика вместе. Как там найти в этой 3 четверти час для краеведения? У них очень плотный график. Поэтому вот такие вот тенденции в нашем языке. К краеведения мы сейчас еще вернемся. Но на ваш взгляд, как преподавателя географии, обновленное содержание образования, именно в географии, на ваш взгляд, способствует такому эффективному освоению знаний учащимися? Она будет способствовать? И система, она была более удобная, комфортная для восприятия. Понимаете, сейчас просто прошло очень мало времени. Всего лишь 2 года. Конечно, когда был первый год в прошлом году, очень много критики. Остальные учители было в адрес. Первое впечатление – это ощущение сумбура, да? Ну, потому что, да, то, что новое, оно не всегда бывает понятным. И для того, чтобы эта система, или это содержание образования, оно как бы давалось в эффективность, необходимо, во-первых, чтобы прошло время. И чтобы современный опыт преподавания обогатился новыми методами. Разумеется, да, там требуется большое количество интерактивных. Для меня лично не совсем, конечно, понятно, насколько оно совмещено с нашим менталитетом. Да. Дело в том, что у нас всегда дети привыкли как бы учиться в руках об руку с учителем. Это всегда был гарант того, что учащийся будет знать. А когда учащийся встает один на один, да, ему, он должен сам, своими силами, то здесь никто не гарантирует. Да, есть сознательные дети, есть чуть меньше сознательные, да, и, соответственно, эффект будет пропорциональный. Я понимаю, о чем вы говорите. Ну, и перейдем к… Вы один из пятерых акмолинцев, которые участвовали в создании первого в Казахстане учебника по краеведению для среднего звена. Какие цели вы преследовали в процессе работы и каков, на ваш взгляд, результат? Ну, учебник краеведения, конечно, это мой личный первый опыт по разработке такого пособия, которое будет непосредственно применяться в школах. Для себя цели я ставил одно. Во-первых, это стилистика изложения. Дело в том, что многие современные учебники этим грешат. Стиль должен быть простой, понятный, односложный, предложение, дополненный при этом достаточно насыщенным материалом. Максимально привлечь внимание, возбудить в учащихся предвкушение нового, да, это наши дизайнеры постарались в оформлении учебника. И, разумеется, можно больше интересных фактов. Ведь краеведение – это не просто какой-то учебник, связанный с талмудами, как у нас обычно, талмуд, девятый класс географии, или десятый класс, как у всех учителей географии, есть такие ассоциации. Это учебник, который должен максимально быстро и тонко изложить, дать понимание учащимся, что есть в нашей области такого, чего нет у других. Что есть в нашей истории такого, чего нет у других. А при разработке, ну, моя доля не сказать, что прямо такая большая, я занимался только 77-м классом по географии, туризмом и топонимикой. И вот мы сравниваем другие учебники, говорится, по топонимике, мы поставили свежить саму суть понимания слов. Вот я своему студенту всегда говорю, что казахи – это на самом деле были географы. У них что не название, так то описание местности. И я бы даже больше сказал, что название какого-либо объекта, будто река, озеро, или там горный объект, это своеобразное описание плюс адрес. Вот как мы в городе идем, напрямую ищем какой-то адрес, да, там горько, вот такой-то дом. То казахов, вот именно только, если сказать, вот именно 15-й век, 16-й век, они быстро найдут этот объект. Одни вот слова, например, используем Аксу и Карасу. Вот они везде есть, по всему Казахстану. В чем разница? Почему Кхара? Что, черная река, что ли? На самом деле смысл очень прост. Карасу называли казахи, потому что зимой, ну, это если встать на место, как качевник, они видели возле речки, это там, может быть, кустарники, да, без листьев. Они давали на фоне снега темный оттенок. Соответственно, и речки прислали такое название. Ну, а теперь, если подумать, вот даже в пределах нашей области, где же могли быть эти кустарники? Только в местности, где есть хотя бы сопки или горы. Там, где есть стабильный сток. А там, где плоская равнина, соответственно, река полностью замерзала, покрывала снегом и небо. Аксу. Таких названий мы находили большое количество. И вот, благодаря, кстати, учебнику краеведения, я вот пришел к такому выводу, что казахи – это географы, особенно кочевники. И их культура намного богаче, чем культура европейцев. Опять же, повторяюсь. Вы говорите, вы предлагаете топонимику в этом учебнике. Топонимика – это только Охолинского края, да? Все касается только мы, ничего больше. Это все наши названия. Это название озер Кургажинской группы, название объектов, расположенным в Жарко-Янинском, Есильском. Все, что связано с нашим регионом. Учебник выйдет в свет? Уже вышел. Уже вышел. Вы в своем интервью, вот вы сейчас уже упомянули это выражение, вы сказали, что дизайн и графика учебника составлены таким образом, чтобы учащийся был в предвкушении. То есть, эффект художественной книги, да, я так понимаю? Да. Потому что помню свои ощущения, когда тебе попадает в руки интересная книга, ты читаешь ее на одном дыхании. Вот такой эффект вы преследовали. Да. Получилось, на ваш взгляд? Получилось. Я даже сравниваю то, что когда я еще учился, у нас были учебники литературы, а это же такие эмоциональные предметы. И оформление всегда таких вот учебников было тонким. Природа изображалась, связанная с каким-то курсом, стихотворение, или там будет лирическое, или что-то другое. У нас же то же самое. Каждый класс, когда начинается, например, история, и перед началом раздела, у нас всегда есть географическое изображение, что там изображается вкратце. Например, если изучается культура, да, жилище казахов, то, значит, определенная будет юрта. Если там будет связанная с личностями, да, историческими, или выдающимся, то, соответственно, что-то будет с ними связано, графика. И при том, это не просто какие-то монотонные изображения, они еще соединены с современными картинками. Например, это все может подаваться на фоне современного города. И обработка была настолько тонка, что вы не найдете границы между картинками. Они все как бы медленно друг в друга переходят. Это один как бы большой мини-коллаж, который интересует, просто просматривает, просто интересно даже. У каждого поколения свои приоритеты. на сегодня каков интерес к географии у современных школьников? Честно, я своим студентам так говорю. Я говорю, когда вы пойдете работать в школу, вы, конечно, будете находить разных учащихся, будьте те, которые отличники, будьте те, которые в школе будут считаться малоуспевающими, будем их так называть. Но вот будьте осторожны к этим малоуспевающим. Они могут плохо знать математику, писать с ошибками на русском или на казахском языке. Но они могут знать все страны мира, все флаги мира, и могут задать очень коварный вопрос. Интерес к географии очень неоднозначен. С одной стороны, всем кажется, что эта наука простая. Ну что там, вроде бы тут карта. Всех, кстати, ассоциаций больше с картами. Там что-то нарисовано. А страны мира всех интересуют. Там, где какой город находится. Даже игры, да, в народе. Города. Да, тоже связаны с географией. Но на самом деле география – это очень сложная наука. И она пытается объяснить, почему именно те элементы природы находятся здесь, а не иначе. Почему современное положение населения в той или иной стороне, вот обусловлено, каким-то причинами, почему там происходили такие-то политические события. Почему были миграции. Все это изучает география. И, к сожалению, современная программа пока не дает возможности показать всю эту ширь вот этой большой науке. Ну, конечно, у историков тоже, как говорится, не сильно много возможностей. Их зажимают в рамки программы и не могут больше дать. Конечно, вот краеведение для этого было как одушенный. Поэтому здесь сжалаться нам пока грех. Но те, кто приходят на географию учиться к нам, они, разумеется, с этим сталкиваются вовсю. Начиная от простого общего землеведения, то есть это стандартный курс по миру, и заканчивая уже геоинформатикой. То есть как этот мир показать на карте, смоделировать, сделать в двух- или трехмерное изображение. Иван Георгиевич, время эфира подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию накануне Нового года и ответили на наши вопросы. Я желаю вам больших успехов в работе и интереса, и благодарности со стороны ваших студентов. Спасибо. Должно быть правильное понимание истории, вычленение оттуда больших ярких моментов, которые сделали нашу конно-кочевую цивилизацию большим маркером, большим явлением истории, когда мы связывали цивилизации. Это вещи, которыми мы должны гордиться. Цитирую политолога. Дорогие телезрители, на этом на сегодня все. Сегодня у нас сложился интересный диалог со старшим преподавателем Кахшетауского госуниверситета, магистром Мстерства знания Иваном Планчитой. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова